Ну, как кто говорит из российских либеральных аналитиков, то есть будет ли назначенный премьер-министр, если это не Мишустин, который тогда будет уже подтвержден, но премьер-министр, он будет наследником Путина, ну, в принципе, такое может быть. Некоторые говорят, что это будет сын Патрушева. Я думаю, что сын Патрушева на это не тянет, пока. Ну, знаете, то есть у мафии свои законы, ведь, скажем, крестный отец, все же смотрели этот фильм, даже меня, это когда я работал в Москве, меня иногда удивляло, что некоторые, я сейчас не буду говорить, некоторые похороны боссов мафии, вот, я даже туда ходил, смотрел, они были просто по сценарию похорон крестного отца, вот как будто бы вытащили из фильма и пытаются повторить. Это, конечно, охреново, но пытаются повторить, да, вот, это, знаете, так что Майкл Корлеоне возник тоже неоткуда, казалось бы, да, но... Вы сказали, что это первая ласточка, вот я хочу про вторую поговорить. На фоне слуха о смертельной болезни Рамзана Кадырова многие СМИ написали о том, что преемником, мол, Рамзана Кадырова, Кремль хочет сделать Апти Алаудинова. И вот, что интересно, я хочу процитировать его, потому что он сделал заявление, он, я напомню, сейчас является замначальником главного управления по военно-политической работе Минобороны российского, что он сказал, что Россия с большей долей вероятности будет вести боевые действия, ну, нахуй, в Украине до 29-го, 30-го года. Ну, и там, тра-та-та-та-та-та-та-та, там это в России один интервью, такое, ну, уже фактически политическое интервью. Много всякого там другого, опять же, такого, ну, великодержавного прозвучало, но тем не менее, вот, что вы скажете с этим? Смотрите, то, что Кадыров болен, в этом нет никакого сомнения, потому что мы видим лицо, да, оно просто, значит, оно в три раза больше, чем было, значит, что-то там нехорошо, будь это почки или, ну, значит, новая газета Европа сказала, что это некроз поджелудочной железы, то есть панкреонекроз. Ну, смотрите, я не в состоянии дать диагноз вот так, глядя на картинку. Вот, смотрите, я наблюдаю за программой Майкла Наки, я не знаю, знаете ли вы такого российского либерального блогера, он такой серьезный парень, да, такой эрудированный, он утверждает, что да, что это, что это, ну, он верит тому, что сообщает независимая газета Европа и говорит об наследнике, то есть об АПЛИ, да, и потом я переключаюсь на профессора Соловья. Профессор Соловей говорит, что никакого там некроза нет, он болен, но это вообще не такая болезнь, которая вот-вот-вот-вот-вот он умрет, и что в Кремле вообще нету никакого разговора, это нет в повестке этого дня о преемнике Кадырова. Ну, что я вам могу сказать? Вы вам вот идите разберитесь с этой информацией. Если я бы имел доступ к телу Кадырова, если я бы мог его там хотя бы пропальпировать, да, то тут можно было бы сказать. А что касается, вот, если мы, скажем, вот, преемник Кадырова, понимаете, преемник Кадырова – это огромная проблема для Кремля, потому что Кадыров – один из самых важных членов этого мафиозного клана, потому что вокруг него люди, которые крышуют очень много бизнесов по всей России. Я уже не говорю о Москве. В Москве все. То есть, ну, то есть они, да, и все вот эти вот, да, ниточки, они все сходятся к Кадырову, поэтому такого человека заменить не так просто. Он лоялен? Ну, как вам сказать, он лоялен? В Первую Чеченскую войну не был лоялен, во Вторую Чеченскую войну он стал лоялен. Ну, как бы, и еще. Конечно же, в ФСБ, я думаю, и в Главном управлении разведки Генерального штаба России, есть очень много людей, я сейчас там не могу назвать кланы, но есть очень много людей, которые просто его ненавидят, потому что они считают его предателем и приспособленцем. Для Путина он очень выгоден, естественно, да, но не все военные, то есть не все люди во форме, они не все, как бы, мафиози. Да, поэтому там есть огромная ненависть, и возможно, что они являются вот источниками такой вот информации, чтобы постоянно подрывать, 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 там, да, вот это вот. То есть не подрывать, а накалять атмосферу. Вот, я думаю, что может быть так. Вот, я говорю, вот спектр он такой, и что произойдет, ну, произойдет то, что произойдет. Но что я вот смотрел в лицо этого Апи, он же выступал, он же выступал, он выступал на съезде партии Единства, да, которая выдвинула Путина в президенты. Да, он же выступал там на большом экране, да, он выступал без бумажки, он говорил, ну, очень артикулированно, я бы сказал, очень мало чеченского в его речи, да, вот мы же слышим интервью там чеченских всяких политиков, командиров того же Кадырова, да, но у него совсем, совсем другой русский язык, да, он очень такой, ну, русский парень, скажем, да, и то, что он выступал, и то, что Кадырова не было на послании президента, то есть так называемого президента Путина, да, то, ну, это может о чем-то тоже говорить, да, ну, вот, вы понимаете, ну, я не знаю, это как, в советское время было проще, вот в советское время, да, было проще, ты понимал, да, кто там, кто в фаворе, кто не в фаворе, там, так далее. К выводу пришли, ну, это прекрасно, говорили, говорили, пожалуйста. И колбаса дешевле, и мороженое вкуснее. Да, 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 я хочу сказать. Не то, что вы это скажете. Ладно, давайте, раз, говорили про советское, еще одна советская рухлядь, а именно Лукашенко, который тоже себя президентом называет, значит, заявил он следующее, что вот, мол, белорусская оппозиция планирует захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Ну, какой хороший сценарий, вам не кажется, Сайф? Прекрасный, прекрасный. Он, конечно, он, конечно, лис, он хитрый лис, да, может быть, откуда-то к нему просочилась какая-то информация, или он сам ее придумал, чтобы предупредить, да, но то, что белорусская оппозиция это может сделать, это точно. И я не уверен, что вот этот, я думаю, что вот люди, которые как бы лояльны к Лукашенко, это люди из России, это люди присланные, это люди командированные. Я не думаю, что белорусское военное руководство, все, я говорю, в комплексе, там, генералы, офицеры, младшие офицеры, я не думаю, что они разделяют позицию Лукашенко, я даже не думаю, что они им лояльны. Поэтому, ну вот, ему надо придумывать всякие поводы. А если бы оппозиция это сделала, вот мне, в прошлый раз мы с вами об этом говорили, я говорю, что вот сколько из них, сколько из них, вот из этих офицеров белорусской армии перешли бы на сторону оппозиции. Я думаю, что существенное количество, я думаю, потому что нету в Белоруссии такого страха, да, который есть в России. Все же Белоруссия, то есть не потому, что этот диктатор лучше того диктатора, или там, ну просто она другая страна, она другая, просто там, там, там другая ментальность, и она по масштабам другая, и, в общем, да, и она близка к Европе, гораздо ближе, чем Россия. Они больше ездили, и там в Литву они ездят, в Польшу они ездят, они больше видели. Но я думаю, что Лукашенко, конечно, ну, я не знаю, наверное, он сам придумал это. Он сам придумал. Либо, либо есть такой план, если есть такой план, дай бог, они его точно осуществляют. Вот если у них есть план, они его точно осуществляют. Да, это главное, вы понимаете, что, что меня, вот, мы же, мы же помним протесты в Минске, да, это же были серьезные, это же серьезные, ну, очень, ну, представляете, сотни тысяч людей на улицах в Минске. В небольшой республике. Он на волоке обетел от того, что его всковернули. Да, ну, то вы понимаете, но когда вы становитесь на лавочку, но перед этим снимаете, снимаете обувь, это значит, что вы очень деликатный, воспитанный человек. Деликатные, воспитанные люди обычно не делают революции. Понимаете? Вот, особенно в вооруженные восстания. Так что, ну, не знаю. Я говорю, дай бог, чтобы они это сделали. Это было бы, вот это было бы серьезно. Это был бы очень большой удар по Кремлю, очень большой удар по Кремлю. Ну, и это уже была бы другая, другая, это совсем другая обстановка и для Украины. Еще хочу сказать о заявлении Джейка Салливана, помощника президента США по нацбезопасности. Опять тема ядерного спутникового оружия космического поднялась. Он сказал, что Россия в настоящее время якобы занимается разработкой спутникового оружия, которое потенциально способно нести ядерный заряд. Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство. Он отметил, что Москва не стала бы накладывать вето в СБОН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе, если бы у нее не было плана развернуть там соответствующее вооружение. Ну, это вполне возможно, да. Об этом очень много говорилось и писалось, да, о том, что они вот как раз, они уже разрабатывают вот эту вот инфраструктуру для того, чтобы разместить ядерное оружие в космосе, и таким образом они будут диктовать условия, потому что они могут сбивать спутники, а это у нас там все банки полетят, все связи полетят. В общем, мы понимаем, что может рухнуть вся, скажем, западная экономическая структура. Или это блеф, как обычно, да, или это вот такая история там картонной там какой-нибудь ядерной установки, которая на параде там на Красной площади, да, что они специально так делают, чтобы, то есть они специально витируют, чтобы как бы этот страх сохранялся. Вот пусть этот страх сохраняется. Они же, понимаете, они же, к чему они стремятся? Они стремятся к тому же, к чему стремятся все мафии, все. Вот от картелей Мексики до Эквадора, до Италии, до Соединенных Штатов, все. Это, чтобы люди вокруг, все жили в страхе. Да, вот это, вот это, вот это есть главное вот такое, да, жили в страхе. Поэтому умерта, то есть молчание, да, поэтому все остальное, да, вот все. Поэтому я не знаю, я, я, это, это вето может быть именно потому, что оно есть или потому, что его нет, но страх надо захоронять. Вот это есть, но это, это, это чисто мафиозно. Поэтому я думаю, что это вот, 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 вот только, только, только из-за этого они, они витировали. Савик, а вот сейчас, вот сейчас я вам вопрос задам, я думаю, что вы точно его от меня не ожидаете. Ну, я думаю, вы будете довольно эту тему обсудить. А именно, ну, я везде просто, все таблоиды, все телеграм-каналы наполнились на днях видео, такой коротенький-маленький кусочек, как после того, как Фиорентина, ваша любимая команда, забила гол, ее тренер подбежал к какой-то женщине в капюшоне, в куртке, которая сидит. Почему такой-то? Это корреспондент с Кая. Да, Леонесса Леонарди, как журналисты выяснили. И, внимание, женатый с детьми этот тренер, она замужем, а он ее поцеловал на радостях. Не, ну, конечно, они там спорят о том, поцеловал он ее, или так очень интимно что-то на ухо ей говорил, что все решили, что он ее поцеловал. Но, судя по всему, все-таки поцеловал. Савик, хватит? Слушайте, я когда читаю репортажи, то есть сообщение об этом, даже смешно, но она была в капюшоне, и он скрылся в ее капюшоне, то есть его голова скрылась в ее капюшоне. Я думаю, что матч был с Пильзеном, это была 1-4 финала Conference League, ну, и, конечно же, для него это было очень важно, и он, в общем-то, ну... Но почему эта тема была подхвачена? Когда сборная женская Испании выиграла чемпионат мира, глава федерации Испании на подиуме, когда они уже стояли на подиуме с кубком, ну, то есть им давали медали, а потом капитан последняя, которая шла, она получила медаль и кубок, да? Значит, ее президент обомнил и поцеловал, ну, почти как бы, ну, вот, ну, как в кино. В итоге скандал, его сняли, за это его сняли, и эта тема, она как бы, она обсуждалась достаточно долго, и вот тут, и тут появился Итальяно, да, то есть, ну, Винченцо Итальяно, тренер Валентины, который взял и поцеловал не его жену. Я когда, я смотрел этот матч, я смотрел по телеку, я думал для себя, то есть не по телеку, а стрим, и, значит, и я подумал, неужели его жена сидит на скамье? Я тоже подумал, что он жену поцеловал, да? А потом оказалось, что нет, нет, он поцеловал вот Ванессу, Ванесса вообще, она флорентийка, она корреспондент телекомпании Sky Sport во Флоренции. Вот, и все. При этом ничего эротичного в ней нет. Как нет? Нет, 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 просто, ну, я же ее вижу часто, и все, это замолка, это все замолка, это замолка, ну, слушайте. Там, кто его не выгнали, нет? Нет, 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 не за это, не за это. Нет, 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 то есть он может сам уйти в конце сезона, сейчас много разговоров. Нет, не из команды. Нет, 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 нет. Жена его не выгналась из дома? Да, конечно, нет, потому что его жена прекрасно понимает, что он в экстазе. То есть, ну, мне же никто не поверит, вот первый попавшийся человек, вот она сидит в капюшоне, вот он бегает и ее целует. Ну, окей, то есть если он бы поцеловал кого-то из игроков, из игроков так же, слухов было бы больше. Хорошо, друзья, давайте мы посмотрим, как вы наголосовали, что вы наголосовали у нас в Телеграм-канале, какие у нас результаты. Итак, продолжит ли Китай оказывать России поддержку после визита Блинкина и предупреждений со стороны США? Больше всего сказали, что да, Китай не будет отказываться от своих планов, не верят в то, что Китай все-таки выберет правильную сторону. 57% за это. 37% сказали, что Китай будет пытаться искать обходные пути, чтобы не попасть под санкции. И 6% нет, Китай не хочет терять европейский рынок и за санкции не будет рисковать ради России. Спасибо вам, что вы голосовали. Спасибо, друзья, что вы донатите. Вот как раз у нас плашка появилась наша, да, на дроны. Важная, важная очень программа, важная инициатива. Пожалуйста, участвуйте, потому что разведывательные дроны, Mavic, которые мы с вашей помощью покупаем и передаем на фронт, они также продолжают каждый день быть очень нужными и исполнять важную роль, играть. Савик, я хочу вас спросить, что нам смотреть на этих выходных на этой неделе? Вы знаете, я бы посоветовал посмотреть на Нетфликсе, по-моему. Вот этого я не помню, проверьте, пожалуйста. Сериал «Франклин». Значит, это Бенджамин Франклин. Да, ну, это человек абсолютно… Ну, это он ученый, он писатель, он публицист, он политик, он один из самых близких людей к Джорджу Вашингтону. Ну, в общем, да, участник написания Конституции. В общем, почти Леонардо да Винчи. Ну, окей, там, в своем этом. Вот, и вот он первый посол Соединенных Штатов вообще. Вообще первый посол во Франции. И главную роль играет Майкл Дуглас. Да, и он ее играет блестяще. И, скажем, это съемки длились 167 дней. Да, ну, это, в общем-то, так, серьезно. Это очень хороший сериал, реально хороший. И вот, но что еще я хочу добавить, что Майкл Дуглас после выхода этого сериала у него, его пригласил на свою программу Фарид Закария, да, это такой известный очень американский журналист, Анна Сиенэль, да, и он ему задает вопрос, а Дугласу 79 лет. Значит, он ему задает вопрос, а вот Байден, вот он, ну, вот он почти вашего возраста, ну, вот, ну, как там, ну, вот как он может быть президентом? Майкл Дуглас говорит, слушайте, я хожу примерно как он. Затмение памяти у нас бывает у всех. Мы забываем имена и что? Зато вся команда, которая сейчас с Байденом, готова с ним работать еще 4 года. А вот команда его конкурента, он не назвал имя Трампа, никто из прошлой команды с ним работать не будет. Вот и вся разница. Ну, это было такое, ну, вообще приятное интервью, и он говорил очень много о Бенджамине Франклине, да, и как он входил в эту роль. Вот, и я вам советую это, правда, это и как бы серьезно, и смешно, и, в общем, ну, там есть все. Спасибо, Савик. Я об этом читала, но я его не смотрела, поэтому после вашего рекомендации надо посмотреть. Да, просто надо временно идти, надо временно идти. Да, мы, помните, с вами обсуждали, по-моему, позапрошлый эфир сериал «Рипли», который так широко-широко-широко критиками тоже обсуждается и очень было тепло всеми примет. Ну, вот я вам скажу свое мнение. Я его начала смотреть, и я бросила. Для меня он слишком медленный, для меня он слишком затянутый, вот для меня он слишком... То есть я еще не дошла до того, я понимаю, что там дальше только начнет развиваться уже событие, там, ну, как-то, ну, по идее, да, вот, насыщенно и интересно. Ну, жизнь такая, знаете, у нас динамичная сегодня, и ты же пытаешься в одну минуту времени сделать сразу много дел, что вот я поняла, что я не могу сейчас вот такое... А он же черно-белый. Такое повествование, знаете, такое неспешное, с этими кадрами, такими медленными, красиво. Но не зашло. Не зашло. Я еще, Леся, до него не дошел. Поэтому, ну, раз вы говорите, что не так, ну, нет, ну, я все равно так посмотрю, проверю, соглашусь. Нет, нет, он, может, он, наверное, классно будет, потому что многие же хвалят. Да, но он такой, понимаете, так как он грустный, да, я смотрел фильм, когда он вышел с Беном Даймондом, или он не Бен, я уже не помню, как его. Даймонд, но это очень известный актер. Да, вот. И он такой, такой, он достаточно грустный. Ну, в общем, сейчас грустного так много, что... Конечно, фильм про серийного маньяка-убийцу, еще бы он веселый был. Ну, так. Ой, хорошо. Ну что, друзья, мы вам желаем, как всегда, чтобы в следующую пятницу, когда мы с вами опять будем встречаться, хороших новостей было больше, чем плохих, и хорошие были новости. Самыми важными, а плохие, если и будут, то, ну, чтобы вот такие, такие. Спасибо. Спасибо.